Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на втором всероссийском форуме от импорта замещения к технологическому суверенитету. В эти дни работаем в Челябинске, говорим о технологиях, способах импортозамещения, экономике и многом другом. И в нашей студии президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса опоры России Александр Сергеевич Калинин. Добрый день. Добрый день. Как малый и средний бизнес сегодня включен в процессы импортозамещения и перехода к технологическому суверенитету? Для малых компаний, а у нас доля валового продукта страны малого и среднего бизнеса 20,3%, то есть одна пятая часть валового продукта делает малый и средний бизнес. Для них, конечно, главный вопрос – это наличие рынка и рентабельность на этом рынке. И потом еще есть порог входа на рынок, то есть вот три вещи. То есть сейчас понятно, что есть запросы на то, чтобы заместить то, что раньше покупали на Западе, и многие такие вещи может делать малый и средний бизнес. Не обязательно даже в промышленности, хотя в Челябинске мы в основном говорим, конечно, о промышленности. Это как раз тот регион, в котором надо об этом говорить. Это и сельское хозяйство, это и туризм, к примеру, это и логистика, много чего. То есть время на самом деле для развития МСП на сегодняшний день благоприятное. Как ни удивительно, поскольку ежегодно наша страна покупала на 250 миллиардов евро только в Европе, плюс в Америке сколько закупалось. И сейчас все, кто так или иначе это дело приобретал, они находятся постоянно под угрозой того, что больше этих товаров не будет. И многие малые предприятия, они хотят сейчас зайти на этот рынок. К примеру, производство одежды в Москве выросло больше, чем в пять раз за последний год. Мы знаем, что, к примеру, в туризме, во внутреннем, там, по-моему, на 30 процентов выросла оборот за этот год. В Челябинской области одна из туристических центров страны, там совершенно впечатляющие успехи в горнолыжном спорте, чего раньше не было таких оборотов, с такого количества наплыва гостей. Ну, а что касается производства, то, конечно, малый бизнес бы хотел впереди ли большого пирога поучаствовать, но есть и определенные но. Первое, конечно, компетенции самого бизнеса. То есть это кадры, прежде всего, процессы управления предприятием, производительность труда. Второй момент – это технологическая оснащенность. То есть по оборудованию наши малые предприятия в разы, иногда в десятки раз уступают малым предприятиям той же Америки, Европы, Китая по капиталоемкости. Опора России недавно вместе с Челябинской области, с правительством, с губернатором Алексеем Леонидовичем посещала крупные промышленные регионы Китая, такие как Шандун. И была возможность видеть технологическое оснащение промо-предприятий Китая, в том числе мало. Конечно, да, там они очень роботизированные, у них очень высокая автоматизация процессов, мониторинговые различного рода распространены системы. Кроме того, используются различного рода беспилотные системы в разных местах. Но я сейчас не об этом, я о том, что процесс идет глобальный, ухода от импортозамещения на Западе. Но вопрос в том, что мы можем просто перескочить на другое с технологией. Ну, к примеру, вроде там перестали покупать, но автоматически стали покупать, к примеру, в Китае. Практически то же самое. А мы нарастили ли мы свои возможности, своего производства. И вот об этом сегодня на форуме в Челябинской области как раз и шла речь, чтобы не просто заместить товары с Запада, товары с Востока, а научиться делать то, чего ты раньше не имел. То есть увеличение производства всегда сопряжено с увеличением инвестиций. Где сегодня малый и средний бизнес может их взять? И предполагаются ли в ближайшем будущем какие-то дополнительные меры поддержки МСП для того, чтобы они наиболее динамично развивались на рынке? Ну, я приводил сегодня цифры, что из... Мы... У нас доля инвестиций где-то в Еврозес в прошлом году была 18% отвалового продукта. А в том же, допустим, Китае, да и в Соединенных Штатах она под 30%. То есть нужно инвестировать гораздо больше. Но вопрос, за счет чего? У нас порядка 60% инвестиций это собственные средства предприятия, то есть прибыль. Но ее же надо заработать. А если это новое производство, то есть ты ничего еще и не заработал. Собственная прибыль, наверное, инвесторов должна быть, но ее мало. Мы видим, что у нас где-то 15% всего банки дают на инвестпроекты. То есть доля заемного кредитного финансирования в инвестиционных проектах 15%. Это такая степень доверия к инвестпроектам? Тут разные есть вещи. У нас самые прибыльные секторы экономики это сырьевой сектор и финансовый. То есть поэтому в реальное производство банкам сегодня во многом невыгодно вкладываться. Им есть куда вкладывать деньги. Высшие риски? Высшие риски плюс система проектного финансирования у нас вообще не работает. Хотя уже сколько было копий сломано с 15 года. Это было поручено внешнеэкономбанку, но как таковой она не работает. Единицы проектов с порогом от 3 миллиардов рублей. Венчурное финансирование у нас также не развито абсолютно. То есть все, что начиналось венчурное финансирование, заканчивалось скандалами и уголовными делами, такими как Роснано, к примеру. Вот. А соответственно, есть вопрос главный. Вот я о нем тоже сегодня говорил. С такой моделью финансирования инвестиций у нас не получится динамичного развития. И это нужно сейчас зафиксировать, и это признать. Что пока у нас 60 процентов инвестиций это только собственные средства, 15 процентов заемные и 20 процентов государственные. На такой телеге далеко не уедешь. Вот. Но это вопрос такой глобальный. Я надеюсь, он будет решаться, в том числе путем пересмотра стратегии развития МСП, роли Центрального банка в экономическом развитии Закона Центрального банка, Законно-промышленной политики, развития институтов по развитию, таких как контрразвитие промышленности, развитие технопарков, промпарков. То есть инструменты, они есть. Просто финансирование этих инструментов таково, что инвестор там запросов в десятки раз больше на такие инструменты. Они крайне скульны на сегодняшний день. Венчеры это далекое будущее. Сейчас нужно запустить проект на экономическом развитии. Затем есть еще же у нас бизнес ангелы, так называемый. Это прямые инвесторы, непрофильный актив. Опять же налогооблаженный. Вот допустим, по тому же я выдал сумму в проект, вышел из нее и сколько я денег должен заплатить государству. Поэтому есть понимание у многих насчет этого. Но нужно подход такой, как фонд развития промышленности сделал. Они разложили цепочку. Ключевой вопрос 1-3 процента на 7 лет. И это, видите, считается лучшим образцом. То же самое, если проект на финансирование возглавят люди с мандатом, с определенным и с ресурсом, то это очень востребована эта политика. То есть надежда на то, что у нас заработает такой механизм, все-таки есть? Ну, если мы этого не сделаем, я имею в виду даже не в проектном финансировании, а то, что и дальше телега будет ехать на паровом котле. То есть источники инвестиционных инвестиций это только собственные средства на 60 процентов. Либо государственные, за которыми очередь там 20, то нельзя говорить о том, что инвестирование будет гораздо больше. Вот оно как было, как есть сейчас, так и будет. Время менять телегу на электромобиль. Спасибо. В нашей студии был президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса опоры России Александр Сергеевич Калинин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!